Привет, я ищи, это Человек-паук, и мы продолжаем. Прошлая серия была просто капец какая их шовая, сегодня, я думаю, будет поспокойнее. На дворе у нас, кстати, день, поэтому предлагаю заскочить в магазинчик Тео, и ты, собственно, глазами видишь, что он закрыт даже днём. Поэтому всё, мы прекращаем сюда. Опа, на! Смотрел в отражение и танцевал. Ну я нарцисс. Ладно, пойдём, короче, отсюда. Поскольку у нас есть с тобой свободное время, предлагаю заняться гаджетом, а именно выполнением заданий из просьбы. Вот, например, спасение голубей. Действительно. Человек-паук? Что? Что ты так удивляешься, Человек-паук? Как будто мутанта на улице увидел. Ладно, всё, давай, покеда. Меня ждут мои любимые голуби, я их обожаю. Потому что они любят тусить со мной на крыше. Или я люблю тусить с ними на крыше. А ещё их... О, здорово, братья! Братья вот пролетели, и вон там тоже братья летят, голубинные. Здорово, лептаги! Короче, ещё я их обожаю гонять. Ну, потому что эти курлык-курлык сидят на крышах и мешают моему приземлению. Во, Говард! Здорово, Говард! Это ты сделал всех голубей? Твой напарник рассказывал, как вернул моих птиц в том году. Я перед ним в долгу. Ага, он тебе их вернул, а ты их потом сожрал с голоду, да? Давай рассказывай, что случилось. Где голуби? Привет, Говард! Я другой Человек-паук. Рад встрече, и спасибо за помощь. У меня три голубя пропало. Боюсь, они замёрзнут. Я могу их выследить. Есть у тебя что-нибудь, что принадлежало им? О, перья подойдут? Классно! И что мне с ними делать? Нюхать перья, что ли? Есть! Скоро вернусь! Пегаси. Это как с котом, короче. Я же могу по ДНК распознать их запах. Ну, в смысле, шлейф. Голубиный шлейф, я вижу. Вот. Значит, три голубя осталось. А что с остальными ты сделал? Не стоит недооценивать моих птичек. Они хитрые. Хитрые голуби. Голуби с IQ. Я понял. О, ты отсканировал голубя. Протокол Говард активирован. Протокол Говард? Добро пожаловать на научно-познавательную передачу «Всё о голубях». О, нет, 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 нет. Отменить. Вы нажали. Да. Приближаемся к первому голубю. Точнее, шлейф от него ведёт именно к этому зданию. Что-то здесь не так. Тище клетка? Кто-то украл птичек Говарда? Твою ж налево. Кому эти птицы-то понадобились, а? В какой засранец решил их спереть? На кой чёрт? Столько голубей вокруг, а он именно Говардский их сперил. Хорошо. Пойдём обнюхаем клеточку. Беды идут в трёх направлениях. Надо проследить. Оу. Блин, придётся за каждым влететь, что ли? Ну, окай. За каким полетим? Налево, направо или прямо? А давай, наверное, прямо вон к тому зданию высокому. Короче, летим за голубиным помётом. Шлейф голубиного помёта. Вот, смотри, на крыше голуби сидят. Может, надо было детектива включить и взять с них показания? Может, они видели пролетающего тут голубя Говардского? Ну, на самом деле, шутки шутками. А вот погоня за голубями, это просто, ну... Реально разработчики потроллили. Кажется, здесь шлейф заканчивается. Голубь, голубь, голубь! Один есть! Лови его! Паутина его! Блинский! Он улетает! Нет, птичка! Птичка! Лови паутины и вкок он его! Есть! Так, постой! Сейчас! Чё стоять-то? Записку проверю. Какая записка? Меняем планы, уходим сейчас. Говард, дело, для которого ворам понадобились ваши голуби, видимо, очень срочное. Если им нужен сервис быстрых сообщений, у меня для них есть идеи получше. Да, это точно. Попробую узнать поподробней. Буду на связи. Ладно, вернусь к клетке. Отслежу птиц от неё. Короче, я беру свои слова насчёт троллинг и разработчиков обратно. Голубиная почта для воров имеет место быть. Третий случай за неделю. Такими темпами мы на рекорд пойдём. Даже не шути про это. Здравствуйте! Что тут случилось? Помощь нужна? Жилец, репортер Бьюгл. Всё перевернули вертном, но ничего не ухрапили. Они не нашли то, что искали. Позвольте взглянуть. Может, мне повезёт? Так, мне надо бежать. Ну, лететь. Ну, вы поняли. Я так понял, это голубь Говарда пролетел, да? А, точно. Какие быстрые птицы! Чем их кормят? Копи? Сахаром? Ракетным топливом? Иди сюда! Есть! Говард, я поймал одну птицу. Она очень боевая. Хм, уверен, это Бэнг. Она ухл. Она сама найдёт дорогу домой. Только разверни в мою сторону. Хорошо. Ещё один. А всё куда сложнее, чем я думал. Ну да, ну да. Сюжет закручивается. И становится интереснее. Осталось найти последнего голубя. И я надеюсь, он приведёт нас в любопытнейшее местечко. Это просто гений. Использовать не ватсап и какую-нибудь прочую социальную тему, а голубей. Как ты нас нашёл? А вот так вот. Ты не мог хакнуть. Я хакнул голубей. Выкусили, ворюги. Преступление и наказание. Чё он там уронил? Здание Дэйли Бьюгл обведено кругом. Это значит, что они хотели ограбить Дэйли Бьюгл? О, на английском. В общем, написано, следующее ночью на крыше. Завтра ночью крыша будь там. В Бьюгл? Забыл, что Майлс на английском умеет читать. Ну, в общем, мы теперь знаем, что нам нужно направляться в Бьюгл. И вот куча голубей. А наш улетел. Вот засранец. Сказать по правде, я уже втянулся. Питер Паркер недолюбливал голубей, пока не встретил гомарда. Часто дружба оказывается наилучшим оружием против предрассудков. Да, мне даже начинает нравиться. И это чистая правда. Сюда, голубочек. Я же тебя поймаю. Ты не убежишь от меня далеко. Мигалки надо включать. Опа, попался. Стовард, я нашел ваших птичек. Только оказалось, что бандиты используют их, чтобы планировать убежи. Близкие вот это я шлепнулся. Надеюсь, есть и хорошие новости. Ага, и я знаю, где их найти. В Бьюгл. Разберемся с ними, спасем ваших голубей. Классно. Покажи им, человек, Толк. Спасем Дейли Бьюгл от ограбления. М.Джей мной гордилась бы. Ничего себе, здесь и М.Джей есть еще. А, ну точно тут же Питер Паркер. Че-че-то я туплю, загоняюсь. А почему гордилась бы? Как будто она в прошлом. Че-то с ней случилось в первой части. Человек-паука? Я что-то не знаю. Надо проходить первую часть Человек-паука. В общем, едем туда. К Дейли Бьюгл. Вон оно то здание. Ага, нога затекла. А, божечки, как это стрёмно. А, хотя, хотя я лечу на паутине. Но моя нога затекла. В общем, Дейли Бьюгл. Какое стрёмное здание. Че здесь происходит? Сколько бандюганов. Панда собралась. Голуби сработали. Голубинная сосед собрала воришек на крыше. Ну что ж, ладно, будем этих воришек ликвидировать. По тишине. Ай, нас выследили. Не повезло вам. У меня есть перья. Что-то как-то не очень просвечало. Да, действительно не очень. Шуточки за 300. Ну-ну-ну. Вот это у Бугая, короче, так просто не ушатая. Если есть награда за креативные преступления, она стопудо, Паша. Радично? Нет. Но очень креативно. Обожаю, когда Майлс что-то болтает во время поединка. Обычно это что-то примитивное, но иногда выскакивают прикольные шуточки. О, кстати, давай заюзаем наш новый прием. Тут же дофига противников. Вот так вот. Отведайте моего электрошокера. Всем лежать никто... Ой, не то пустил. Вообще не то. Паутину забыл вопнуть. Надо паутину приключить. Ёп, Макарёк. Всем лежать, никому не вставать. Все в кокон. Смотри, какая у меня игрушка! Ну-ка, покажи, какая игрушка. Вот эта? Дай я поиграю. Вот так вот. Спасибо, что дал поиграть. Всех раскидал, нет? Кто-то еще живенький что-нибудь? Лежать, я сказал. Красава. Дейли Бьюгл спасен. Я всех обезоружил. Восемь жетончиков. Четко. Я разобрался с теми, кто крал твоих голубей. Больше они тебя не подбеспокоят. Спасибо за помощь. Надо научить моих птичек выбирать друзей-паук. Ну что ж, буду нужен, пишите в приложение. Приятно было познакомиться, Говард. И мне, Человек-паук. Эй, я нашел склад Фины в научном центре Аскорпа. Он закрыт на реконструкцию. Господи, наш преобразователь энергии со школьного конкурса. Так вот, как она собирается дестабилизировать Нуфорум, чтобы взорвать Роксон-плазу. Ого. Она выбрала его, чтобы тебе отомстить. Воу-воу-воу, на словах-то мы все герои, конечно. Такое ощущение, как будто Майлз яйца отрастил мощные. Хотя в прошлый раз Фина ему надрала зад. А то он ему ковылял, как не зная кто. Такое ощущение, как будто она ему поломала ребра. Ну, вроде мы бодрячком. Ладно, значит, направляемся туда. И сейчас будем разбираться с Финой. А лучше мы, наверное, не полетим, а поедем на метро. Че я буду паутину тратить? Она все-таки дорогая, ее делать надо. Зачем что-то придумывать, когда метро уже давным-давно придумано? Значит, нам налево, окай. Насчет способностей. Давай что-нибудь прокачаем. У меня есть два очка. Неприятный сюрприз. Биоудар, совершенный во время действия камуфляжа, наносит дополнительный урон. Ну, в принципе, почему бы не вкачать? А это что у нас? Увеличение шкалы камуфляжа, позволяющие дальше оставаться невидимым. Вот, качаем это, короче. Это дельная штука. И еще одно очко для качка. Добивание заполняет 40% сегмента биоэнергии. Качаем. Биоэнергии мне всегда не хватает. Особенно в разгар боя. Ну-ка, я вкачал два очка, теперь я в два очка качаю, чем в прошлый раз. Привет твоим детям. Привет твоим детям, передаю, да. Здорово, братья. Вот за это я вас и люблю. Нормальные чуваки. Да, мы еще и рэпчик пишем. Мы вообще чувачки. Ну, в общем, нам тут совсем недалеко. 400 метров. Хотя, блин, далеко. Жалко, такси нельзя вызвать. Что-то я совсем обленился на паутине детальчик. Все-таки надо было такси вызвать. И что это за козли? Пульнул мне прямо в спину. Ну-ка, покажись, я сейчас надеру тебе задницу. Кто там? Прости меня, племянник. Ты охренел? Я совсем походу умом тронулся. О, слушай, да я вроде живенький. Я думал, он меня свяжет. Еще что? Что сделать такое? И что, где это мы? В лаборатории какой-то? Оу. Я тебя обратно не пущу. Пусть Кригер и умелец поубивают друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что, мне просто прятаться тут? Я не могу решать, когда быть Человеком-пауком. Я должен остановить Фино. Нет, ты должен выжить. Я пытаюсь объяснить это, но ты не слушаешь. Если ты хочешь, чтобы я выжил, зачем сдал меня Кригеру? Я не сдавал. Ага. Так и есть. Тебя не должны были поймать. Кригер обманул меня. Ты хотел вернуться в семью. И это лучшее, что ты придумал? Я спас твою жизнь. Ты бросил меня в клетку. Чтобы защитить. Думаешь, это защита? Черт, Майлз, я не хочу потерять еще и тебя. А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недоценишь. Красава. 10 баллов из пяти. Я бы так сделал. Да пошел ты в пень. Не спорь со мной. О, он еще и драться с нами будет, да? Не могу оставаться здесь. Так, но я сделаю то, что должен. Спасу тебя. Себя спасай. Я и так спасен. Да я понял, что нельзя к нему подходить. Что делаем? Ух ты. Надо ее снять. Да, он, короче, в такой же маскировке, как и я. Дело вообще не во мне, а в тебе. Когда я, короче, грамотно уворачиваюсь, я успеваю паутину в нем пустить. Давай, выпей его. Вот, вот, четко. Грамотно. Даже так успел поймать его. Выкуйся. Красила Мальдю. Но паутин у него бесполезняк пускает. Я тут же поймешь, что я должен защищать этот город. Когда на тебя дойдешь, то мертвый ты никому не поможешь. У меня такое ощущение, что я сейчас бродягу просто кокнул. Пусть я не... Бесит он меня. Грамотно вернулись. Бьем его. А долго вымесить-то надо тут вообще? Если бы мой отец нас видел... Он бы понял, что я должен защитить тебя. Мне кажется, батя Майлза тоже ему наковылял. Этот бродяга решил на двух стулях сразу усидеть. Но так не прокатит. Давай, выходи, где ты? Оп, очки. Как же бить с твоей маскировкой? Ау, прям в черепу прилетел. Надо найти его. Ударю биоэнергией. О, точно. Как насчет биоэнергии. Давай, выходи. Ааа, долго заряжался. Ноже, об землю надо ударить. Просто об землю, да и все. Не парить. Вот. Все было нормально, пока ты не связался с человеком по уколу. А может быть, наоборот, все было нормально, пока я не связался с бродягой? Вот серьезно, как я только узнал, что дядя это бродяга, у меня сразу куча проблем появилось. Гули, 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 гули. Выходи. Ты что, там со вся бьешь, что ли? Какие-то звуки странные. А, во-во-во. Нет, никуда я тебя не отдаю. О, да. Ты не понимаешь. Только я пытаюсь защитить тебя. А я пытаюсь защитить всех остальных. Это он что, когти выпустил, чтобы меня замочить, что ли? Кажется, он вышел за свои рамки. Надо его мочкануть. Слышь ты, фиолетовый пингвин. Что ты там жмякаешь? Вот что мы тебе по зубам в умелец и ростом. Это не так. Я должен попробовать. Что за фигня? Он и своим лазером лбопит огненные гранаты кидает, и теперь у него еще как у пантеры кокс есть. Свои фокусы. Урод-то на свои. Твой наставник не учил тебя выбирать противников. Он учил меня оставить чувства других выше своих. Эх, промахнулся. А так бы нормально слепнул мог. Вот это я понимаю. Капец, он вооружен до зубов. А у меня тупо паутина. И биоэнергия. И невидимость. И граната. И голограмм. Ооо, сколько у меня тоже вооружения это есть на самом деле. Не понимаешь, ты всегда сражался только за себя. Может потому-то я не жив. Хе, знатного леща отходит. О, еще и когтями. Давай еще раз попробуем. Да блин, не дается мне в него кинуть ничего. Мне бы ему невидимость как-то сломать. Ну слушай, поскольку он использует веселый арсенал, я его знатно выбесил. Давай ты уже, парень. Сам сдавайся, понял? Бросаться на тех, кто тебя не подобал. Знаешь, кто еще так делал? Мой отец? Не смей! Хочешь, чтобы мама и тебя похоронила? Я не посвоил. Голограммы! Ну, стрелять, колотить. Ни одного ты хватал, а тут теперь их четверо. Ладно, как насчет голограммы против килограмм? Ловите. Сражайтесь там сами с собой. О, нефигайте, с первого раза настоящего, по-моему, глупанул. Черт, что-то слишком жестко. Надо откидываться, откидываться. Ты не смеешься с тем, что я человек-паук. Я должен рисковать. Убийца! Я больше не дам своим родным гейм, отыграю героям. Я тебе говорил, ты не справишься. И как далеко ты зайдешь? Пожертвуешь жизнью ради какой-то маски? Если так надо. Блин, у меня даже биоэнергии нет, чтобы шибануть о пол. И зато есть гранаты, которые хорошенечко так против голограмм. Слышишь налево. Мне бы его еще разок ударить, чтобы биоэнергия накопилась. И будет вообще четко. А-а-а. Ноже, ножи, дай-ка мне тебя ударить, пупсик. Капец. Пришлось потратить биоэнергию на архил. В общем, сейчас буду применять прием выждать противника и парировать его в атаку. Начали! Отлично. Получилось. Все, биоэнергия накопилась. Теперь грамотно заюзать надо. А-а-а. Черт, вы голограмма. Сейчас вообще не к месту. Попался. Черт. На голограмму заюзал биоудар. Ну, кстати, она очень грамотна. Когда юзаешь биоудар на голограмму, они все сразу вздыхают. Ну-а-а. Мазила. Мазила. Годзилла. О-о-о. Сейчас, сейчас, сейчас. Комбо. Ну, сколько тебя уже месить-то может? Может. Нифига себе, как он вышел-то. Давай, добивай лочку ему. Эх, спрятал. Биоудар. Сейчас заюзаем и будет все четко. Минус один. Я-а-а. Наконец-то мы ушатали бродягу. А он говорил, что мы ему не по зубам. Я знаю, что подрел тебя. Сиди и не перди тут. Разочаровал. Ну, заплачь еще. Но мы семья. Семья? Это не помешало тебе врать мне, манипулировать мной, драться со мной. Просто семьей быть недостаточно. Красавчик. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Так было со мной и твоим отцом. И я больше не хочу. И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь. Не могу отвернуться, когда нужен людям. А я должен быть хорошим человеком. Все по делу раскидал, Майлз. Красавчик. Уважуха. Канки. Мой дядя меня типа похитил. И запер. Чего? Ты в порядке, чел? Мы подрались. А потом я сказал, что не хочу его знать. Совсем. Какая жесть. Это нелегко. Но это нужно было сделать. Я лечу в научный центр. Звони, если в Гарлине... Опачки, смотри, сколько тут народу. Привет, Майлз. Гарль, ты че? Мы с тобой только что по трубе болтали. Привет, он мне говорит. Она на линии. Привет, Человек-паук. Я Даня Тархас. Хочу записать серию подкастов про подполье. И твой айтишник сказал, тебе нужна помощь. О. Ого. А. Я твой фанат? Кхм. Я как раз нахожусь на одной из их баз. Что-то посоветуешь? Фанат? Ого. Так. Прости. На их базах стоят глушилки, из-за которых полиция не может координировать захват. Отключишь их, я вызову полицейских, и они разберутся. Займусь этим. Спасибо за помощь, Даня. Ну вот, у меня теперь в подружках журналистка, от которой я фанател. Ну и она фанатеет от меня, по всей видимости. Мне остается только ушатать вот эту всю банду. Грамотно, тихонечко, и без всяких конфузов. Пока. Эпично будет, если она сейчас свалится с крыши. Но нет. Но нет. Сколько тут еще осталось? Тут человек десять. Минимум. Есть. Все, меня запалили, да? Да, да, нас запалили. Тогда деремся. Больше нам ничего не остается. Камуфляж у меня пока... А, нет, есть камуфляж. Ну ладно. Подеремся, малька. Вот так вот. Mortal Kombat на улицах Нью-Йорка. Где еще такое увидишь? Шлебищ. Выкусите мои биоэнергии. Больше людей им нужно. О, Грамотов сказал. Бегите лучше, бегите. Опа, чувак с щитом. Слушай, журналист, это вообще не вовремя. Увидеть IP-адрес и найти форум по поле. И это золотая жила. Серьезно? Удалось что-нибудь выяснить? С чего все началось? Они хотели стать маффией. Начали с покушений и ограблений. Потом стали нападать на крупные группировки, чтобы усилить влиятельность. Например, на внутренних демонов. Это все, конечно, интересно. Но я половину прослушал, потому что я занят битвой. Как можно болтать и драться одновременно? Это же невозможно. Ништяк, бугаямы обезвредили. Больше всего он меня напрягал, потому что у него щит и бита мощная. Булава, а не бита. Ну что, кто следующий? Там внизу, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь противников еще. Плюс-минус. Да что ты опять звонишь ей? Дела после нападения на внутренних демонов. Да не очень. Ты задыхание дьявола столько заболела, что им пришлось залечь на дно. О, это было больно, особенно девочке. Получается, подполье заняло территорию демонов как бы автоматически. Без шума. Смотри-ка, меня не палят, не палят пока. Надо пользоваться моментом. Вот сейчас запалили. Ого-го. Прилетал мне по черепуте. Снайпер наверху, снайпер. И еще парочку прибежал. Подмога. Чертова подполье. Слышал, слышал, да? Они хотят сбежать. Но я им не дам это сделать. Случайно использовал мину, но хотел просто паутиной кого не запутать. Ну да ладно. Все приемы, караши. А-а-а, попальку мне. Бывает, бывает. И в воздухе тоже попадает. Ребят, ловите. Черт, опять этот щитом прибежал. Выключите. Я его хотел пришпилить к земле, но мечник еще появился. Что-то куча крутых чуваков прибежала. Опа. А я в стелси, а я в стелси. Давай сзади его. Как мне. Опа. Не-не-не, не стрелять в меня. Подождите, граната, бежим. Куху вернулся. Роксон, Поксон. Ай-лю-лю. Цыгин-цыгин, хью-хью-хью. Ушатаю фиолетовую фигню. Кстати, заметил, что у бродяги фиолетовые костюмы? И у этих тоже фиолетовые костюмы. Может, бродяга с финной как-то тоже общается? А? Да, блин, еще один щитник. Откуда вы только рождаетесь, а? Родитесь, пожалуйста, обратно. Я проматал своим биоударом. О-о-о, комбо. А, точнее, забивание. Отлично. Все, двое осталось, по-моему. Мечник и вот этот щитник. Лови плюху. Шбах. И тебе сейчас тоже это останется. Биоударом надо его шлепнуть. Жалко, паутина его не берет в кокон. Че делаем, че делаем, че делаем? Дай попробуем на него электрошок. О, красава, электрошок всем помогает. Иди к паучку. Ай, он сам сдох. Я даже ничего не сделал. Ну вот. Я вроде разобрался. Че дальше? Надо найти глушилку. Я могу отследить проводку с помощью костюма. А, ну вон, собственно, вон на глушилку. Я надо трубить. Пойдем, боткнем ей этой глушильки. Да, давно уж пора и заняться важной миссией. Обезвредить кину. Так ты сказал бродяге, что все кончено? Нелегко тебе пришлось. Но это нужно было сделать. Я лечу в научный центр. Звони, если в Гарлеме будут проблемы. Да. Удачи, Человек-пау. Ну что ж, на этой замечательной ноте мы закругляемся. Не забудь поставить лайк Человека-пауку и мне под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. А следующий видосик что-то подскажет мне чутье, будет очень горяченьким. Ну, в общем, ты в курсе, что делать. Увидимся в следующем видео. Спасибо. Спасибо.